Небольшая пауза, в которой мы можем поговорить о ближайших турнирах Лиги Эссеи И Эссеи 176 будет буквально через пару дней В Уфе состоится этот турнир, там же четвертьфинал в легкой весовой категории Дэви Рамос против Али Абдулхаликова, там же Алексей Махно, Кристиан Бринзон И конечно же местный герой Венер Гали против Аурела Пертеа Большие события, следом будет еще турнир в Сочи 28 числа Турнир, который может пройти не просто супер круто Этот турнир, как говорит Астамбек Бадаев, мы можем и не вывести Как думаешь, получится ли это вывести Эссеи 177? Ну, давай начнем с главного, с Венера Галиева Все-таки это хоть и такой человек, который вроде бы уже в возрасте Я не посмотрел, признаюсь, какой месяц, но в этом году ему 49 лет исполняется А этот человек продолжает удивлять, продолжает выступать на высочайшем уровне И в данном случае для него оппонент Аурел Пертеа, человек, который может и побороться хорошо Который, возможно, будет погабаритнее Это еще одна бесчисленная ступень для Венера Галиева, которую нужно решить и с которой нужно побороться Ну, во-первых, Венер Галиев проигрывал за свою карьеру длиннющую, с аммишинами всего три раза И было это еще там во времена, не знаю, царской России, как говорится Так вот, проиграл он три раза, три раза одним и тем же приемом рычаг локтя Примерно 2017 или даже раньше это было Больше Венер Галиев в партере не уступал никому Конечно, Аурел Пертеа это мощный румынский грэпплер, он готов удивлять Но все рассчитываем на то, что Венер все-таки порадует своих зрителей Мне кажется, если финализировать эту историю и сказать, как возможно будет проходить поединок А Аурел Пертеа будет пытаться измотать и высосать, грубо говоря, все силы из своего соперника Потому что все-таки возраст, как ни крути, будет иметь значение А потом уже дальше, возможно, как-то решить досрочно этот поединок Что касается поединка Алексея Махно против Кристиана Бринзона Кристиан идет на серии из неудач Алексей, как все вы знаете, не только дерется в клетке ACA, но и работает корреспондентом также в лиге И здесь, как мне кажется, это отличный шанс для Алексея все-таки закрыть поражение, полученное в бою Шуркевичем Более того, если мы рассматриваем Кристиана Бринзона, анализируем его прошлое бойцовское То это, пожалуй, не то чтобы удобный, а самый зрелищный оппонент Потому что Бринзон, помним Беслана Исаева, его поединок, когда оба попали Кто-то упал в нокаут, кто-то упал в нокдаун Бринзон готов рубиться Это на руку Алексею Он также предпочитает рубки И в этом таком обоюдном размене мы можем получить очень зрелищное противостояние Как бы то ни было Ну и в довершении по карду, который будет в Уфе Надо отметить, что там появится не кто-нибудь, а, например, Николай Алексахин Как вам такое пополнение роста религии Исеи? Он будет с Желком Ирзабековым выявлять сильнейшего И его мастерство в клетке тоже можно будет увидеть Ну а что касается сочинского турнира Ром, чисто для тебя Какой будет самый крутой? Багов против Батиста или что-то другое? Ну, в первую очередь, конечно, очень много глаз устремлено на Багова и Батисту Здесь, опять же, мы приходим в каноническое противостояние Такого крепкого ударника, очень жесткого Владеющего великолепным лоу-киками и не только И Багов, который славится И эта слава идет вперед него По грэплингу, он выдающийся спортсмен в этом плане И где в ударке не идет у Багова, он сразу начинает бороться Поживем, увидим Этот поединок уже состоится в рамках полуфинала Гран-при Четвертьфинал в легком весе будет в Уфе И также в Сочи будет еще несколько очень ярких боев Конечно же, будут там представители клуба Ахматы И один из них это Салам Абдурахманов Боец, которого сегодня мы уже здесь видели Сегодня в качестве секунданта И будет биться Саламу с Артемом Фроловым Крутейшее противостояние в среднем весе И тот и другой являются топовыми бойцами лиги Саламу экс-чемпион, полон решимости вернуть себе пояс Как ты думаешь, реванш с Магомедом Расулом Гасановым Он может стать следующим после Артема Фролова В случае, если Саламу победит? Во-первых, победить Фролова это очень сложная задача Будет этот человек, которого не так легко перевести И для меня этот поединок в принципе является непредсказуемым Другое дело, если мы говорим о противостоянии Муслима Магомедова И Григора Матывасяна Я так понимаю, что мы как раз сегодня Григора увидим Это тоже очень важное именно для местных болельщиков противостояние Потому что есть герой Есть герой и есть история у этого противостояния Поэтому я думаю, что к этому бою также будет приковано большое внимание Как и к бою Артема Резникова и Мухаммеда Кокова Уж кто-кто, а Артем-то точно за словом в карман не полезет И это такая ожидаемая, прогнозируемая супер-грэпплерская схватка Или же все-таки для тебя, Ром, это совершенно по-другому? Я думаю, что Артем, сейчас пересобравшись после тех поражений Будет несколько пересматривать свою тактику на поединок Другое дело, что я уверен, более чем Мухаммед Коков будет действовать в привычной манере Да, его бокс растет Но в любом случае это всегда запасной парашют у боксанских спортсменов Которые всегда готовы пойти в борьбу на случай, если что-то пойдет не так Ну, не так действительно может пойти В общем, в любом случае ближайшие турниры очень большие Сначала Уфа 176 турнир, затем 28 июня турнир в Сочи Ну а AC Young Eagles 47 продолжается прямо сейчас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...